Философ и математик Пифагор утверждал, что числа правят миром. Сложно не согласиться с ним, поэтому второй урок из нашего курса по испанскому языку именно про цифры и числа. Сегодня вы нам учитесь писать и произносить испанские цифры от 1 до 19. Поехали! Приветствую на канале How to Spain. Сегодня вы в компании со мной Виктория Беляковой и моим гостем Александром Матицыным. Если вы еще не знакомы с Александром, обязательно перейдите по ссылке, которую вы сейчас видите на экране или в описании к этому видео, и посмотрите наше видео про испанские буквы. Александр научил нас грамотно озвучивать эти буквы, и после этого мы практиковались, как правильно сказать свое имя на испанском так, чтобы вас понял любой носитель испанского языка. А сегодня мы переходим к теме нашего видео, где мы научим вас правильно озвучивать испанские цифры. Озвучивать и писать. На экране вы будете видеть, как правильно пишутся цифры. А в конце видео, как всегда, попрактикуемся. Здравствуйте! Рад приветствовать вас снова на канале Виктории Беляковой. Сегодня я вас научу, как понимать и озвучивать цифры с 0 до 19. Первая, 0, сэру. Здесь я должен оговориться. Первая буква произносится межзумным звуком сэ. Вообще можно произносить, и если вы этот звук не знаете, можно было бы произносить сэру, и вас поймут. Но в некоторых случаях это может привести к путанице, поэтому я сразу говорю, произносите это правильно. Ноль произносится межзумным звуком сэру. Дальше. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, заканчивается межзумным звуком сэ, так же, как начинается этим звуком сэру. А дальше происходят интересные вещи. С 11 по 15 эти слова образуются интересным образом. 11, он-сэ, 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 это трансформированное 1. И сэ окончание 10. То есть он-сэ означает 1 и 10. И дальше так же. 12, до-сэ, 2 и 10. Трэ-сэ, 3 и 10. 14, каторсэ, 4 и 10. Кинсэ, 5 и 10. А следующие цифры, 16 по 19, образуются наоборот. В принципе, логично. 16, 10 и 6, 17, 10 и 7, 18, 10 и 8, и 19, 10 и 9. И еще интересный момент. Если вам нужно произнести, например, номер телефона по-испански, вы можете произнести не десятками, а произнести по одной цифре. Например, телефон 625-38-64. Вы можете произнести отдельно по цифрам. Я вам сказал, что нужно произносить звук сэ так, как он должен звучать. И это очень важно. В противном случае может возникнуть путаница. Например, я скажу 3 трэ-сэ и 13 трэ-сэ. Или бывает так, что окончание кто-то не произносит и говорит трэ-сэ. И тогда трэ-сэ смешивается с 13 трэ-сэ. То есть это тогда, когда межзубный звук сэ произносится как шэ. Поэтому я рекомендую его произносить так, как его надо произносить. Межзубный звук сэ. И тогда будет отличаться 3 от 13. И дош, и дошэ. Это как раз-таки тот нюанс, на который стоит обратить внимание. Потому что если вы произносите свой номер телефона, например, когда разговариваете по телефону, и кто-то записывает ваши данные, здесь может быть ошибочка. Потом с вами не смогут связаться. Потому что вместо 12 напишут 2, а вместо 2 могут написать 12. Обращаем внимание на этот нюанс. Александр привел нам в примере номер телефона, который произнес. Теперь наша очередь, как всегда, по практике. Я сейчас постараюсь произнести номер телефона нашего менеджера по образованию. Напомню, что вы можете к нам обращаться для подбора языковых курсов. Поэтому по этому телефону можете связаться. Сейчас я вам его скажу. По-русски. 623-362-806. Как говорить десятки и сотни, мы научимся с вами в следующей серии. Сейчас я говорю просто по цифрам, на базовом уровне. 623-362-806. Александр, как я говорю «теро»? Как его правильно сказать? Правильно вы говорите. Да? Вот не зря курс проходил, Александр. Обязательно приду на следующий уровень. Друзья, теперь ваша очередь. Давайте, чтобы мы после каждого видео практиковались. Так как у нас видео будут выходить несколько раз в неделю, важно, чтобы вы не просто слушали, а практиковали. Потому что если просто послушать видео или какой-то урок, толку будет мало. Вся сила именно в практике. Напишите сейчас ваш номер телефона или не ваш, если вы не хотите, чтобы вам названивали другие подписчики нашего канала и те, кто читает наши комментарии. Можете взять другой, похожий номер телефона и попробуйте написать его словами, буквами, как бы это вы произносили. Можете написать на испанском, как правильно это написать, если вы понимаете произношение. Или просто напишите хотя бы русскими буквами, так, как бы вы это произносили. Не пишите цифрами. Спасибо, что вы учите с нами испанский язык. И мы будем продолжать. Уже в понедельник выйдет следующее видео, где Александр научит нас правильно произносить цифры от 20 до 100 и выше. Думаю, сотни мы тоже разберем. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. Кстати, вкратце скажу, почему я именно Александра пригласила для этой серии видео. Потому что важно именно правильно произносить. Конечно же, я сама знаю цифры от 1 до 10. Но с моим произношением я боюсь ошибиться и дать моим зрителям неверную информацию. И лучше, чем Александра в произношении, я действительно, наверное, никого не знаю в своем окружении, кто бы говорил и на русском, и на испанском. Александр, благодарю вас за то, что согласились помочь нам научиться грамотно звучать на испанском языке. Друзья, следующая серия уже в понедельник. Напоминаю еще. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить напоминания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!